Коммунистическое общество действительно было построено в Израиле под названием Тибуц. То есть Тибуц является нам настоящий натуральный пример построения коммунизма. Это значит, что каждый работает как может, то есть от каждого по способностям, каждому по потребностям, пропорционально этим потребностям. То есть распределение пропорционально потребностям и работы пропорционально способностям. Вот вам чистая формула коммунизма, которая была реализована в Кибуце. И в то время это еще не казалось таким кошмаром, которым это нам кажется сейчас. Потому что у нас, во-первых, сталинизм и вообще поведение коммунистических партий казалось настолько ужасным, что оно, конечно, там, маоизм еще к этому и все прочее. И нам видно, насколько это на практике стало ужасным. Но Кибуц, при том, что он был совершенно коммунистическим, а не социалистическим, ведь ни Сталин, ни Мао не построили коммунизм, они построили коммунистическим, а коммунизм обещали. А в Кибуце-таки, да, был построен коммунизм. Вот реально коммунизм был действительно как общество построен в Израиле, в Кибуце. И в этом смысле распад Кибуцев – это настоящий удар по коммунизму. Не по коммунизму, в смысле, там, как они коммунизм исковеркали, там, Сталин или Мао Цзэдун, и они сделали там не то общество, которое там, можно разбираться в книжках. А натуральный коммунизм, который был построен в Кибуце, развалился по совершенно другой причине. Оказалось, что когда всем голодно и холодно и нет еды, то Кибуц – отличное место. Он дает социальную защищенность. Он дает то, что, значит, люди, значит, их не выкинут на улицу, и что у них всегда будет еда, у них будет медицинское обслуживание, у них будет дом, и все им, социум, весь поможет. Но как только уровень поднимается выше, тут оказывается, что Кибуц никому не нужен. То есть коммунизм нужен только бедным. Бедным коммунизм необходим. Богатым коммунизм не нужен. Наоборот, богатые не хотят коммунизма. Причина очень простая. Потому что если все есть, то каждый работает там, куда ему поставила социум. То есть коллектив определяет, кем и где ты будешь работать. И за это дает тебе социальную защищенность. То есть от каждого по способностям только пунктик на том рабочем месте, который коллектив тебе дал. А уже дальше каждому к потребностям. И как только человек может сам себя обеспечить, свою семью, на уровне всех этих базовых вещей, для него самым интересным становится вовсе не получение лишних денег, а самое интересное заниматься работой, которая ему интересна. А именно это при коммунизме тотально невозможно. Неожиданная такая оказалась речь. И поэтому он, собственно, коммунизм проиграл. То есть дети кибуцников не захотели жить в кибуце. Те, кто вырос при коммунизме, вот они-то как раз и отвергли коммунизм. Знаете, такой небывалый эксперимент на самом деле. Это еще не все осознают, что такое произошло. В результате этого примерно 10-15 лет назад не все, 95% израильских кибуцев перестало быть кибуцами. То есть они переделывались в совместное предприятие. У них продолжает быть там фабрика. Каждый хочет и работает, кто не хочет и не работает. Если ты работаешь, ты получаешь зарплату, процент от дохода. И дальше у тебя есть деньги и живешь ты как хочешь. А в столовой все платят за еду, которую получают. То есть столовой удобно просто потому, что удобно людям иметь общий ресторан, где они могут пригласить одного шеф-повара, если они живут бы рядом, чтобы он делал еду, которая будет для них дешевле существенно, чем дома себе готовить. И готовить от шеф-повара вполне хорошо, потому что они приглашают хорошего шеф-повара, поскольку это одна театра на всех. Но если он будет плохо готовить, его бы нам уволят, просто они сами себе. И они будут платить за это существенно меньше, чем они платили бы в ресторане. То есть они как бы делают заодно еще и свой собственный ресторан, где они сами едят. Но никакого коммунизма там уже нет совсем. Вот это вот интересный распад коммунизма.